Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Сегодня хочу поговорить с вами о моем опыте пребывания на территории Польши, о моих ошибках и что нужно помнить при переезде в Польшу. Поэтому, если вам это интересно, то продолжайте смотреть видео дальше. Моя история переезда начинается еще с 2015 года. Выбор Гданска я вам уже рассказывала, почему я его выбрала, потому что до момента переезда в Польшу я проживала в Швеции, и город находился тоже возле Балтийского моря. Мне очень сильно понравилась погода, поэтому меня не пугает а не дожди, а не нехватка солнца здесь. Поэтому для меня это сплошной плюс. Когда вы мне задаете вопрос о минусах Труймяса, если честно, мне очень тяжело сказать, но если хотите, то посмотрите пятилетнее мое видео, когда я рассказывала о минусах Труймяса для многих из жителей этого города. За пять лет, конечно же, в Польше произошло очень многое. Роды, потеря работы, новая работа. Три новых карты временного побыта, переезд с одного города в другой город. Как вы знаете, что я с августа месяца проживаю в Гдыне. Было просто буквально все. Опускались руки, не хотелось ничего, но самое главное, не хотелось возвращаться в Украину. Почему опускались руки? Многие из вас знают, что в 2018 году я развелась. И в этот момент просто произошло очень многое. Новая работа, новое жилье, заболевание ребенка. Просто такое впечатление было, что вселенная перевернулась с ног до головы. Самое главное в таких ситуациях собраться. Самое главное не хандрить, взять себя в руки и понять, для чего вы здесь пребываете в Польше. Если бы пять лет тому назад появился какой-то такой человек, который рассказывает о Польше и сказал бы, Оля, тебе нужно сделать вот так, 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 то поверьте мне, моя бы жизнь, наверное, бы как-то бы изменилась чуть-чуть. И я бы не сделала столько ошибок за пять лет, сколько я их реально сделала. Хотя, благодаря таким ошибкам я учу теперь вас правильно планировать свой переезд. Правильно составлять план переезда и легализироваться здесь в Польше. Дабы сократить длительность рассмотрения вашего дела. Многие скажут, о чем ты там говоришь? Длительность дела зависит от воеводства. Вот у нас два года рассматривают и быстрее не хотят. Нет, это неправда. В каждом воеводстве есть свои нюансы, свои уловки и свои какие-то ходы, где можно ускорить этот процесс. Главное, чтобы вы знали свои права и правильно собирали пакет документов. Если же вы сидите и ждете только письма с ужин, когда они вам пришлют, чтобы вы что-то донесли, то, конечно же, ваше дело будет длиться и год, и два, и три. Но если же вы на один шаг быстрее, нежели говорит вам ужин, то, поверьте мне, ваша легализация, адаптация пройдет намного быстрее, чем вы думаете. Перед тем, как вы переезжаете, начните учить польский язык. Я не перестану это повторять и буду повторять нон-стоп всегда, практически в каждых роликах, в инстаграме я все время одно и то же повторяю. Начните изучать польский язык. Начните интересоваться правами вашими в Польше, законами. Сделайте для себя план переезда. Да, идеальный план переезда никогда нельзя сделать. Что-то, да все равно пойдет как-то в другую сторону. Но сделать для себя 3-4 варианта переезда вы можете. Самое главное, поэтапно знать, как выйти из одной в другую ситуацию правильно и легально. Если вы узнать будете все ходы, если вы будете знать, как вам остаться легально в Польше, как вам понести минимальные затраты, то, поверьте мне, ваша легализация будет протекать очень быстро, плавно и минимальным стрессом. Самое все важное при переезде – это снимать розовые очки. Понимаете, сейчас, на данный момент, иностранцев очень много. И мы между собой уже конкуренты. Мы между собой боремся за лучшее место под солнцем. Но это не означает, что все те люди, которые переезжают, они хуже. Нет. Все будет зависеть именно от вас. Снимаете розовые очки, четко следуете своему плану и добиваетесь того, о чем вы желали. Карта временного побыта, сталый побыт, гражданство. У вас должно быть четкое понятие, что вы хотите здесь, в Польше, получить. Если же вы насильно все делаете, поверьте, вы не сможете адаптироваться быстро. Потому что насильно, Мил, не будешь. И не зря это говорится поговорка. Она действует практически во всех странах, где бы вы ни были, во всех случаях. Поэтому для того, чтобы быстро адаптироваться, вам нужно понять, как можно быстрее польский народ, польские традиции. Быть для них милыми, отзывчивыми, помогать другим людям. И да, пусть они вас где-то кинут. Пусть это вернется для вас как-то в плохую сторону. Но это для вас будет уроком. И потом в будущем, если вы кому-то поможете, вам вернется все бумерангом. Благодаря вам в 2016 году я открыла YouTube канал. И до сегодняшнего дня он существует. Благодаря вам каждый день я получаю огромнейшее количество отзывов с благодарностью, что я вам помогла. Что моё видео, которое записано было 4 года назад, с плохим качеством, с плохим голосом, с непонятным монтажом, оно все равно вам помогает. Поверьте мне, это не может радовать меня и греть моих душ. Поэтому благодаря вам я расту, благодаря вам я изучаю новые темы. Для вас я делюсь новой информацией, дабы ваша легализация проходила как можно проще и легче. Если же вы все-таки на этапе переезда и не знаете, как и что вообще сделать, я вам под каждым видео оставляю ссылочку на свою страницу. На этой странице вы сможете скачать бесплатно для себя чек-лист, план по переезду, шаг за шагом, как переехать в Польшу. Если же вы хотите стать на одну ступень выше, вы можете приобрести мою книгу «Легализация от Ада Ян». Всю информацию вы найдете либо в инфобоксе, либо же в комментариях. Я хочу, чтобы следующий год для нас был намного проще, потому что этот год научил нас ценить то, что у нас есть. Я поздравляю вас с наступающими праздниками. Я хочу, чтобы вы были здоровы и хочу, чтобы вы были сильны духом. Не слушайте никого, кроме своего сердца, потому что именно ваше сердце подскажет правильный путь для того, чтобы легализироваться в Польше. Я надеюсь, что вам было приятно смотреть меня этот целый год. Я надеюсь, что каждому хотя бы чуть-чуть я помогла легализироваться в Польше. С наступающим Новым Годом, друзья! С Новым Годом и с новым счастьем! Спасибо, что были вместе со мной. Ну а мы с вами увидимся уже в 2021 году. Хороших вам праздников! Всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok